Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 2-4 часа. Двое ингушских спортсменов завоевали золотые медали на соревнованиях по стрельбе из лука 3D в Дагестане. В классе Олимпик лучшим стал Мухаммад Цычоев, а по борьбе Муса Хампоев, который вдобавок выполнил норматив мастера спорта. В турнире участвовали представители 8 стран, порядка 130 лучников из 22 регионов России, Афганистана, Йемена, Замбии, Конго, Кореи, Намибии и Сирии. Братья Арсамакова из Ингушетии завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали на чемпионате по грепплингу, который прошел в Казахстане. Алим Арсамаков одержал победу в двух весовых категориях, выиграв золотую медаль до 70 кг в GI среди синих поясов и серебро в NOGI. В свою очередь Амин добился значительных успехов в категории до 55 кг, заняв второе место в NOGI и третье в GI среди оранжевых поясов. Муслим Арсамаков завоевал бронзовые медали в весовой категории до 78 кг, отличившись в соревнованиях как в GI среди синих поясов, так и в NOGI. Ибрагим Арсамаков стал обладателем золотой медали до 52 кг в категории GI среди желтых поясов, а также бронзовые в соревнованиях NOGI той же категории. Ахмед Арсамаков занял почетное второе место в категории до 42 кг, выступая в GI среди серых поясов. Братья Арсамаковы показали выдающийся результат, заслужив не только признание судей, но и гордость своих соотечественников. Салтмурад Бакаев, признанный лучшим игроком июля-ауста Акрона по версии болельщиков, получил свою заслуженную награду. Перед последним матчем Салтмурад получил приз от спортивного директора клуба Арама Зидаяна. Ах, красиво! Удар какой! Это гол! Это гол! Поздравляем Салтмурада с заслуженной наградой и великолепной игрой. Будем болеть за Бакаева и ждать от него еще больше результативных действий. В рамках рабочей поездки в Москву руководитель Министерства спорта Республики Руслан Белхароев встретился с заместителем Министерства спорта России Магером Ганделяном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сферы физкультуры и спорта в Ингушетии, а также реализацию федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Руслан Белхароев подчеркнул, что за последние годы в республике построили ряд современных объектов, но по-прежнему остается потребность создания новых спортивных комплексов и модернизации старых объектов спорта. По итогам встречи стороны пришли к договоренности о строительстве в регионе модульного зала и ряда воркаут-площадок. Также Магер Ганделян подчеркнул, что Министерство спорта России рассмотрит важное строительство в Ингушетии в 2025 году еще одного модульного зала. Профессиональный боец UFC Моусар Явлоев проведет мастер-класс для ингушских спортсменов и новичков в спортклубе Ингфайтер. Тренировка с именитым файтером состоится завтра в 18.00 во дворце спорта. Мастер-класс пройдет для спортсменов от 18 лет и старше. Напомню, что следующий бой Явлоева состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе против Алджемейна Стерлинга. Изначально бой должен был пройти 5 октября в Солтмейк-Сити США, однако Стерлинг сообщил, что не может траться по медицинским показаниям. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok